Девушки отдыхают Говорит о многом Даже не представляю, какого он года Я думаю, до моего рождения У нас как-то был такой Но потом мы проапгрейдились Значит, это первый компьютер? Первый компьютер был бы с эту комнату Хорошо, хорошо Время вопросов Давай, включи его Много времени прошло Я начну с большой кнопки вот здесь Нет? Еще раз? Нужно удерживать ее? Нет, подождите, что за фигня? Это монитор? Нет? Я думаю, сюда, да? Это монитор О, черт Сейчас мой папа гордился бы мной Вот здесь кнопочка включения Я знаю, достаточно Странные звуки Я не слышал, чтобы компьютер издавал такие Он намного громче Пищит Не торопись Завораживает Сначала включаешь компьютер Потом идешь за едой И пока готовишь ее Компьютер как раз загрузится О, Windows 95 Он немного старый Он же доисторический Это же реально Он как динозавр О О Итак, операционная система на этом компьютере Навсегда изменила представление о настольных компьютерах Это был как раз Windows 95 В 95, то есть в 95 году? Ты когда-нибудь слышал о Windows 95? Я никогда не пользовался, но слышал о нем В качестве шутки Я видел много комментариев, типа Ага, Windows 95 это отстой Это был первый компьютер, когда действительно стало важно наличие оперативной системы Те, кто увлекаются технологиями, должны знать то, что было до нашего времени Они должны знать историю В общем, чем отличается этот компьютер от современных? С чего бы начать? Все выглядит так уныло и древне Выглядит почти так же, как и современная версия Windows Но просто чуть-чуть не так Я думаю, этот грубее Грани более острые Она какая-то безликая Да здесь пустота Ощущение, что ничего не происходит Просто Explorer, почта и всякая другая всячина Мы покажем тебе некоторые фишки в Windows 95 Посмотри на программу вокруг Узнаешь что-нибудь? Корзину Мой компьютер и все Так, я знаю корзину Знаю Explorer Пугающий Explorer Могу предположить, что он еще хуже, чем сейчас Давай зайдем в сеть с помощью браузера десятилетней давности Мы можем зайти в интернет на этом? Двойной щелчок Здесь написано, что Explorer не может открыть сайт Походу я его сломал Мне нужно включить Погодите, здесь диалог? Что ж, интернет работать не будет, так как в Windows 95 нет Wi-Fi Чего? Тогда зачем здесь Explorer? Как попасть в интернет, если нет Wi-Fi? Тогда как зайти в сеть? Воткнуть в него диалаб? Нужно подключать телефон в модем, чтобы попасть в интернет А что такое модем? Модем это устройство, которое передает данные в или из твоего компьютера, чтобы ты был в сети То есть нужно использовать телефон, чтобы попасть в интернет? А, это не та громкая штуковина Страшно представить, ведь Wi-Fi для нас стал обыденностью Если ты куда-то идешь, а там нет Wi-Fi, это худшее, что может с тобой произойти Другой способ зайти в интернет, это нужно подключить сервис вроде Owl, который у нас есть Так что давай, открывай его Вижу ключ, землю и знак иллюминатов Шаг первый, он загружается Очень долго, нужно идти опять за едой Первая попытка инициализации не удалась Прикалываетесь? Сейчас мы опять инициализируем Боже, вот заноза в заднице Я бы просто сдался Ладно, поехали А, нет Не смог инициализировать мой модем Другой инновацией, пришедшей вместе с 95-м Windows, была кнопка пуск Никогда бы не подумал, что такая простая штука будет до сих пор, даже в 2016 году До 95-го Windows у подобных компьютеров не было ничего подобного для навигации Получается, многие просто терялись? То есть никто даже не смог воспользоваться компьютером? А как вы тогда находили что-то? Там разве не было кнопки поиска? Потом вписывали туда код На самом деле, раньше все работало на штуковине под названием DOS Дос? Я слышала о таком? А в DOS тебе приходилось самому вбивать код, чтобы запустить какие-либо программы Это мука Да, пуск простой, но то, что вы рассказали, звучит так круто Им приходилось учить коды перед тем, как купить компьютер? Тут слишком много работы Если бы на iPad не каждый раз приходилось писать код Думаю, что мало кто хотел бы его купить Не могу даже представить, зачем запоминать эти коды Например, FindHusFile102 Или что-то вроде этого Я бы просто не пользовалась им 95-й Windows был очень популярным, когда вышел Было продано 7 миллионов копий за первые 5 недель после релиза Серьезно? 7 миллионов? Не удивлен Билл Гейт это практически отец всего программного обеспечения Он создал так много, что распространилось на всю нашу технологическую вселенную Нужно было использовать 13 дискет, одна за одной, чтобы установить Windows 95 Срань господь Я помню дискеты Это такая квадратная штука, да? И установка была часами, да? Это просто сводит с ума А сейчас все устанавливают так же? Нет, ты обычно подключаешься к Wi-Fi И просто скачиваешь Если я загружаю игру на Xbox Это занимает около двух часов Пока я ждала мой Fallout 4 Я такая, можно ли уже играть? Обычно, если мне нужно обновить мой компьютер, там очистить или обезопасить Я расстраиваюсь, когда это занимает больше пяти минут В прошлом году прошел 20-летний юбилей 95 в Windows Круто, с днем рождения! Со всеми технологиями, которые ты сейчас используешь Компьютер, телефон Думал ли ты, как далеко мы уже зашли? И как это было раньше? Конечно, неужели не у всех так? Я думаю, все ловят себя на мысли Черт, это так просто Страшно подумать, что мой телефон мощнее этого компьютера Много взрослых людей посмотрят это видео и скажут О, господи, эти ребята не знают Windows 95 И они в курсе только о современных технологиях Они же испорчены Извините, ладно? Я не виновата, что родилась уже после этого Вы, возможно, также реагировали на более старые компьютеры Напоследок попробую выключить его Стойте, есть правильный способ сделать это? Нашла Пока Выключить Он будет издавать звук? Теперь питание компьютера можно отключить То есть мне физически его выключить? Теперь питание компьютера можно отключить Нет Теперь питание компьютера можно отключить Зачем он мне говорит, что сейчас можно безопасно его выключить? Как будто до этого было небезопасно Что-то бы случилось, если бы я выключила по-другому Он бы взорвался? Победа!